Христос воскресе из медвы, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живут дарова. Христос воскресе из медвы, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе живут дарова. Ведь Сос воскресе из мертвых Смертью смерть поправ И сущим во гробе живот даровал Благомилостивый Господь Благодарим Тебя за этот воскресный день За все, что Ты сделал воскресше И претерпев все, что написано в Слове Твоем Святом Для того, чтобы были спасены все люди И нет ничего неведомого и тайного для нас, людей Чего бы Ты ни сказал нам для спасения Об этом говорит апостол Павел Помоги нам, Господи, все слова Твои применять в нашей жизни И чтобы благовестие не исходило от наших дел, от нашего языка Помоги, многомилости, Господи, тем нашим родным, близким Знакомым, которые не познали имени Твоего Святого через Слово Твое Ибо оно будет судить нас последний день Не даруй, Господи, чтобы ничего недостойного не выходило из уст наших Но все было подтверждено Твоим Словом Даруй это разуметь всем верующим Тебя Тебе слава за все, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Первое послание Тимофею Святого апостола Павла, 2 глава, 6 стих Предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство Толкование И за язычников Подлинно он умер за всех Уже ли же ты не согласишься молиться за них? Обрати внимание на выражение Предавший себя Это против Ариан Которые говорили, что он предан был против воли Что значит искупление? Тварь должна была погибнуть, но за нее он предал себя Через свидетельство Сын сделался искуплением И объясняя это, апостол говорит теперь Искуплением я называю свидетельство, то есть его страдание Ибо он пришел свидетельствовать об истине даже до смерти Он открыл отца истинное учение И сам проводил истинную ангельскую жизнь Можно? Можно Хотел сказать, что во всем Ветхом Завете мы видим Как вот эти подвиги людей Они приближали других к спасению Но это было не так явно выражено Но возьмем хотя бы некоторые места библейские Допустим Ной Он претерпевал от людей Оскорбления Его оскорбляли, говорит Слово Божие нам Говорили, ты чего там строишь этот ковчег? Кто ты такой? А ведь это от Бога все было ему И он эти оскорбления претерпевал Ну там фильмы показывают еще, что и побои и так далее Ну мы этого не знаем, но оскорбления были это точно, это мы знаем То есть его оскорбляли, Христа как раз оскорбляли очень сильно Называли бесноватым его, многими другими эпитетами Ну то есть все делали для того, чтобы отвратить человека Ну вот как вот было, допустим, когда мы пришли на эту ярмарку так называемую православную Так называемую ярмарку, так называемую православную Там тоже кажется, ну это что-то там религиозное, духовное Но это все подмена Ничего там нету, то что нужно для спасения Сейчас в Москву привозят и потом в Петербург привозят мощи уже 21 мая Мощи Николы Чудоторца из города Бари И уже ждут наплыва, необыкновенного наплыва посетителей Которые придут поклониться, поцеловать, боднуть мощи Николы Чудоторца Люди, если вы прочитаете житие Николая Чудоторца, Мирликийского Главное, что он сделал вообще Когда он восстал против ереси орианской И он, единственный, кого знаем, вот это для сестер, которые говорят там о раздражении и так далее Подошел и ария ударил И конечно все возмутились вокруг И пришлось вмешательство Богу сделать Во сне председательствующему митрополиту Явилась председатель Богородица и сказала Его освободите, этого человека освободите Он вступился за сына моего Освободили Чудом освободили Вы понимаете, люди Кто Чью частицу вы оторвали И привезли И теперь вы идете смотреть на нее Да он был Как говорится, вернее всех верных Николай Чудотворец Разве бы он позволил себе идти к каким-то мощам целовать Он знал Слово Божие В прах ты, в прах возвратишься Бытие 3 глава 19 стих И все, закончилось Идите поклоняться теперь Почему Жены пришли ко гробу Господа Спросим мы Для чего они туда пришли Нет, они мертвого как раз искали Они искали отдать последний долг ему Помазать его все И заложить в гробницу, как это было у них сделано Для чего? Потому что знают евреи, что будет воскресенье мертвых Но ангелы возвестили им Что вы ищете Живого между мертвыми Вот это было удивление какое Вот это да, я понимаю Так может быть Нам нужно вот этой огромной массой Которая стоит К частице мощи Николая Чудотворца Найти его целиком Каждому В душе своей Обратиться К учителю Как написано Как написано И подражанием вашим Будет Ваша Ваша любовь Ко святым Будет подражание им Подражание А подражание вере их Написано Какая была у него вера Вы подражаете его вере А вы зачем идете И мы знаем зачем К Матронушке Идут за этим же Целую книгу составили Там о чем? О здоровье Чтоб дети были здоровы Чтоб дети сдали экзамен Чтоб не попал в армию Чтоб в армию его не убили Чтоб пришел живой Если уже попал в армию И так далее и тому подобное Деньги и так далее Батюшка говорит Всю пролистал Батюшка тоже у нас какой И нашел только одну Может там еще что-то такое Одна была записка Около духовная Одну духовную записку Когда там девушка какая-то пишет Матронушка помоги мне Я теряю веру Чтобы я ее не потерял Вот это уже ближе Остальное все Относится вообще не к нам И вот дальше Ной был Но Ной Он закончил свою жизнь Народив много детей И спас этих Своих детей И их жен Дальше мы смотрим Кто там следующий Следующий Исаак Которого возложил Его отец Авраам На жертвенник Он как агнец был безгласен Читаем у Исаии 53 глава Похож на Христа? Очень похоже Написано это про образование Христа То что он Но Он занес нож Но не убил его Да он претерпел То что был связан Своим же отцом Это иудеи Иудеи свои написано Пришел к своим И свои его не приняли Евангелие Таиана 1 глава Помните? И вот так же и здесь Свой отец И он идет как безгласно И говорит Отец А он хворост еще на себе несет Как Христос нес крест Говорит Отец А где же Если мы идем жертву принести Где же жертва сама? И отец что говорит Авраам? И говорит Господь усмотрит Себе жертву И как мы видим Опять чудесное спасение Господь останавливает Не погиб Исаак не погиб Христос погиб На жертвеннике Кресте погиб Христос То есть опять До конца не доведено Но уже еще ближе Приближаемся Следующий Его отец Авраам Авраам Ему Господь дал веру И эту веру Он передал Написано Отец всех верующих Кому передал? Нам с вами И теперь наш Отец Кто? Авраам Верующих Раз мы веруем Наш отец Авраам И так же веру эту Принес сам Господь Иисус Христос В Евангелии Видите мы Из трех только мест А можно еще больше набрать Из трех мест Мы составили целый образ Христа А потом там еще и жертвы есть Когда убивали Пророков И потом Говорит Где Отцы ваши Которые убивали Этим вы подтверждаете Что отцы ваши Убивали пророков Вы же сами сказали Что гробницы построены Мы не как наши отцы Которые убивали пророков Вы подтвердили Их сыновья Что вы убивали Что ваши отцы убивали пророков И кто вы Вы Дети тех Которые Пророка Убийцы А если Бог пришел Убили бы Нет Никогда не убили Христос пришел Он был и пророк Он был царь Он был Помазанник Божий Единородный сын Самого Господа Убили Все равно То есть Убивали Написано Одних побивали Камнями А других убили И вот это преобразование Как раз об этом Здесь говорится Что Христос Пришел И все Вот какие были Несчастья Скорби На человека Все на него Свалились И он все вынес И одновременно Я бы не сказал Он был кроток Смерен сердцем Все как говорит Но одновременно Он И обличал И мы Читаем Что Слово Божие Для чего нужно Для научения Для обличения Назидания Для Наставления Назидания Это есть И Да В праведности И вот Если бы этого Не было До конца Но это Только пророки Нам еще говорили А здесь Христос пришел Сам показал Не слова Которые говорили А показать не могли Ну или частично Показывали А сам Христос Явился Этим путем И когда Пилат спросил Что есть истина И отошел Пилату бы Немножко погодить И Христос Может быть Ему открылся бы И сказал Истина Я Истина Ничто А кто Есть истина Нужно было спрашивать Ну Мечтать Язычники О таком Что какой-то Их каменный Бог Вдруг заговорит И станет Там ходить И показывать Как нужно жить Они мечтать не могли А здесь Перед нами Ходит Не восковая фигура Там Мадам Тесо Это Которые там делают Похоже А сам живой Господь Уничижился Взрак Гритрова Все перенес И одновременно Как он обожил Наше тело Для того Что мы выше ангелов Оказывается Ангелы служат нам И сам И сам сатана Завидует Что у нас есть Тело Потому что Не может он Извиниться Вот это Злоба его Распирает И много Там есть Таких Всяких Ну Как бы Писатели Пишут Вот такое Воображение У них Богатое Что Но он же был Херувимом Неужели Сожаления Нету И все Пишут Вот есть у него Сожаления Отсюда и зависть Отсюда зависть К нам К людям И поэтому Хочет всех убить Потому что Он не может Таким стать Вот так И вы должны Вот это Как то В себе Беречь Что ли Вот охранять То что Ну как вот Будьте просты Как голуби И мудры Как змеи Вот это нужно В себе охранять Что мы Одновременно Такие Высокие И в то же время У нас есть плоть Вот эти болезни Нас одолевают Скорби Всякие Суета Это все равно Надо ценить Почему Господь нас этим Смиряет Делает Действительно Кроткими Он себя смог Сам смирить И показал пример А мы должны Здесь И милость Божью Призвать И наша воля Если мы не захотим Смиряться То Ничего не будет Вот мы частично Тоже Смирились Да Что немного Неправильно поступили Но То что людям Евангелие не давать Вот это Мы так и не поняли До сих пор Так давать или не давать Давать говорят Ну знать Мы и давали Но там было непонятки Вы там Что-то говорили Вы там Да никто Ничего не говорил Сестра посмотрела И видела Что там ничего нет Идем Просто раздаем Снимаем Для видеожурнала Больше ничего нет Мы бы вот прошли там Вот так обошли бы И Евангелие у меня уже заканчивались Там все Вот 40 штук оставалось У нас перед тем Как мы зашли Уже на площади Разобрали И все Все бы закончилось Но Испытание Подверглось Наша плоть И наш дух Ну а теперь дальше уже получаем Как говорится По заслугам Но мы уже получили Простите нас Уже все Можно Как говорится По головке Погладить Мы же не совсем Неразумные дети Как бы Волю Господа Хотим исполнить 1 Тимофею 2.7 Для которого я поставлен проповедником и апостолом Истину говорю во Христе Не лгу Учителем язычников в вере и истине Толкованием К этому свидетельству я приставлен проповедником Чтобы проповедовать о нем То есть о кресте И смерти Христа И поставлен не просто проповедником Чтобы проповедовать в одном каком месте Но и апостолом Чтобы обходить всюду с проповедью Подлинно велико звание апостола Поэтому он и называет себя так Апостол убеждает в достоверности своих слов Так как прочие апостолы не обнаруживали усердия к тому Отчасти потому что боялись язычников Отчасти потому что презирали их То я говорит поистине избран был учителем язычников Если таким образом сын Божий умер за язычников А я учитель То ты не можешь отказываться от молитвы за них Смотри опять в вере Не в силлогизмах говорит Или в логических доказательствах Но в вере Потом чтобы ты не подумал Что в этом заключается обман Он прибавил В истине Ибо не ложь То что преподается И чему учат в вере Напротив Преподается то В истине И на слова Влаженного Хафилакта Я представлен проповедником Игнать Тихонович Латкин дает комментарий На сегодняшний день В сегодняшнем положении В православной церкви Я представлен проповедником Чтобы проповедовать о нем То есть о кресте И смерти Христа Берет он этот цитат Хафилакта Читая эти строки Болгарского архиепископа Толкователя Священного Писания Мысленно Перенесемся В первый век Представим себе Что сегодняшних Православных архиереев И священников Направили на Преддипломную практику Вселенскому проповеднику Апостолу Павлу Сроком на три года Отцы Преосвященные Что бы вы взяли с собой Имея опыт Алтарного служения Прислуживания На богослужениях И даже Имея сам Потребовалось бы Все это вам В первом Во втором Или третьем путешествии С апостолом Павла В поездке с патриархом Или архиереем Все это потребовалось бы Потому что К патриарху Вы представлены Были бы Не проповедниками Все архипастыри И пастыри Это Не простолюдины И простецы А руководители Лидеры В своем Обществе На своей территории Каждый лидер Должен обладать Минимум Шестью Качествами Воображение Знание Умение Решительность Беспощадность К разгильдяйству Привлекательность Итак Вообразите еще раз Пречитав Деяния апостолов И послания Павла Как вы будете Выглядеть Со всем своим Багажом Перед ним Апостол Павел О смысле Своей деятельности Скажет вам Словами Феофиланта Я Представлен Проповедником Чтобы проповедовать О нем То есть О кресте И смерти Христа Эти же слова Придется говорить Каждому священнику Каждому Архипастырю Когда они Вернутся После трехлетней Апостольской Командировки Ваши преподобия Ваши преосвященства Напрягите Ваше воображение Посмотрите на себя И свою деятельность Глазами Феофилакта Мышлением Феофилакта Не окажетесь ли вы Людьми Совершенно Иной Веры Не имеющей Ничего Общего С апостольской Заповеданной Христом Вас сегодня Так научили И вы сегодня Так усвоили Что вы Представлены Быть Служителями Антаря А не Служителями Слова Служителями Литургия Но не Служителями Проповеди Служителями Треб Но не Служителями Благовестия Апостол Павел Не нуждался Ни в каких Софринских Предприятиях Ни в безбожной Регистрации За множество Уступок В духовной Свободе Ни в одобрении Мирских Властей Ни тем более В том Чтобы свою Религию Сделать Господствующей В государстве Он четко И ясно Выражает Свою мысль Я Представлен Проповедником Чтобы проповедовать О нем То есть О крестей Смерти Христа Поставлен Не просто Проповедником Чтобы проповедовать В одном Каком месте Но и апостолам Чтобы отходить Всюду С проповедью Если мы Сегодня Не вынесем Сами себе Приговор Что мы Совершенно Чуждые Евангельской Веры И под разными Увертками Пренебрегаем Пренебрегаем Шествовать За Христом И за апостолом Павлом И не вернемся К евангельскому Служению То участь Наша Будет Далеко Не такая Как у апостола Павла Филиппийцам 1.27 Только Живите Достойно Благовествования Христовым Чтобы мне Приду ли я И увижу вас Или не приду Слышать о вас Что вы Стоите В одном Духе Подвязаясь Единодушно За веру Евангельскую И второе Тимофею 4.8 А теперь Готовится мне Венец Правды Который Даст мне Господь Праведный Судья В день Он И не только Мне Но и всем Возлюбившим Явлений Его Далее Цитата Еще одна Уста Христовы Словом Воскрешали Мертвых Дочь Иаирову Сына Вдовицы Четверодневного Лазаря Которые Были Мертвы Телом Проповедующий Же Слово Божие И Учащий Покаянию Воскрешает Души Умершие Грехами Святой Григорий Двои слов Рассуждает Об этом Так Проповедь Слова Божия Действует С большей Силой Чем Молитва Ибо Большее Чудо Обратить Грешного На путь Покаяния Словом Учения Чем Воскресить Мертвого При Воскрешении Мертвеца Восстает Плоть Которая Снова Умирает А в Воскресении Грешника Восстает Душа И живет Вечно Если Хочешь Убедиться На деле Что Сказанная Истина Смотри Воскресил Бог Лазаря Телесно А что Творил Лазарь По воскресении В своем Писании Об этом Умолчало Воскресил Бог Душу В Павле И что Сотворила Душа Павла Своим Учением Он Пробудил Многие Силы Святитель Дмитрий Ростовский Я хотел Сказать О приезде Митрополита Он В проповеди Говорил Ну в слове Своем Там Небольшая Проповедь Была Говорил О проповедании О благовестии И потом Еще Там Когда был За столом То же самое Тоже говорил О благовестии И о проповеди Да Он говорит Самое главное На это Нас Христос Поставил Он это Понимает Да Ну конечно Еще Как понимает И он Это говорил Уже С осознанием Потому что Только что Была проповедь Златоуста А там Речь Игнатия Тихоновича Была Которую Он там Конечно О проповеди Сказал Это Несомненно Он Об этом И начал Говорить Да А я хочу Сказать О айпископе Итихе Которая Высшимая Я была На службе У него И он Тоже Проповедь Ну полностью От начала До конца Но это Служба Как архиерейская У них Вот как Эти Такие Все Детели Тетели Да И Потом Он в конце Прям проповедь Такой Говорил Длинные Длинные Ну как Длинные Минут 15 Или 20 Вот такой И Говорил Ну Так Конечно Как бы Хотелось бы Чтоб мы Привыкли К другому Но он Прямо Говорил По теме По евангельскому Что Евангелие Читалось И вот Ссылка на Слово Божие Там были Такие ссылочки Так что Я тоже Рада была За него Что он Говорил Сам Проповедь Сам Ну я Можно Я думаю Что Почему Не говорится Именно О проповеди Как о том Чтобы Человек Шел В этот мир Хоть К кому К любому Человеку Даже С верующим Ты можешь Говорить Спокойно Он говорит Я самый верующий Там порвет Майку Вот так вот До самого Купа Все равно Можно разговаривать С ним Говорить о Христе Потому что Чего то Он да не знает Да есть сильно верующие Начинаешь говорить А Евангелие Это читал Евангелие Так это Чего нам же там Читают церковь Хватит Бабушки особенно Очень любят Это У нас там Вот выйдет Священник Там дьякон Вот с таким большим Говорит Прочитает Книга огромная Чего еще надо нам То есть Всегда нужно идти А почему О проповеди Не говорят Многие Не читают Не говорят Потому что Просто не знают Ну Они не так Не воспитаны Они воцерковленные Бабушка привела Там В церковь Икона Очень красивая Там Или еще что то такое Ну Вокруг да около Только не от проповеди Человек Попал в церковь И все Они не знают Об этом Как им до этого Как этих Учителей Подготовить Которые Родились бы От проповеди Ну вот Я вопрос Задавал Игнатий А что не готовить Можно готовить А мне кажется Подготовить Невозможно Человек Все равно Должен Обратиться От проповеди А потом Тогда все остальное Тогда его Можно научить Уже А если человек Обратился Непонятно От чего Как он Будет тебя Говорить О проповеди Когда он Не понимает Профессор Осипов Он много Говорит и красиво Но он О проповеди Ничего не говорит Ну что Идите Проповедуйте Там В народ И так далее А вот Патриарх Кирилл У него интересно Он как бы не говорит Совсем о проповеди А говорит о служении Священников В 2003 году Газета Труд Вот так на первой странице Длинная колонка И там написано Идите по Этим Улицам и переулкам Написано Я думаю Ничего себе Начал читать И он там так говорит Вы думали Священники Что Вот это 90-е годы Обращение Вот этих людей Продлится вечно А нет Храмы перестали Наполняться И так далее Что нужно делать Для этого Нужно трудиться Как говорил Говорил Христос А для этого Идите по улочкам Переулкам Затяните ваши поясы Написано Пишет он Хватит уже Расхлябанно себя вести И начинайте Собирать себе Пасту Ну как бы Не совсем о проповеди Ну понятно Мысль то ясна Все равно К Евангелию обратился Человек Ну мы видим Что призыв Был мало услышан Все опять Начинают строить Храмы-храмы И у нас От обратного Идет процесс То есть Не сначала Мы Родили ребенка А потом Под него Уже там Начинаем воспитание Одежду И так далее А Набрали учителей Одежду Напокупали Бац Родилась девочка Думали Пацан будет Или наоборот Ну так вы сначала Идите от того Что есть верующие А потом Начинайте там Все им строить Что надо Они сами построят Какой хотят храм Они выберут его Они будут И с батюшкой советоваться И все Батюшка будет у них Лучшим другом Лучшим Которого они знают И их пастырем будет И они будут Овцы За ним идти И знать Его голос Как написано В 10 главе Евангелия Та Ну никак не оборот Не наоборот Игнатий Тихонович Дождались Привет Христоса Ну что Сергей Игнатиевич Сергей Что Плохо Неделю там Без интернета Ух ты Мне перевезли его А там плохо Я сейчас записывал До половины записалось И у меня не записалось У него записалось Или нет Хорошая такая беседа была Просто очень хорошая Ну что сделаешь Я обычно так устраиваю На таком расстоянии От монитора И записываю На этот А там запишет нет И выбираю еще лучше А сейчас этого нету А то не записалось На половину записалось Но у него-то хорошо записывает По идее У него Ну через У него в деревне Нет 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 А в деревне В деревне сейчас находится А там Ну пустилишь Что он потерявку Переезжает Советует Какой дом покупать Мы больше Проговорили про чудеса С кошками С собаками Я ему задал Загадку Я говорю Придумал Сейчас Какую Почему на вас вышел Вот Был такой человек Я говорю Его отец Священник Николай А он Делался писателем И вот Валерий Александрович Николаевич И жил он 95 лет И только 22 года назад Умер И он писал Рассказы И был Лауреат Государственной премии Я ему загадку Найди Кто это писатель такой И есть такой у него Рассказ Которому употребляются Слова Черное и белое Два слова Черное и белое И этот рассказ И этот рассказ у него Переявили на 58 языков И поставили фильм И таким же названием Наш отечественник Он современный Да А теперь Почему я тебе задал вопрос Потому что он в Воронеже жил А ты воронежский Кто такой? Белый бим Черное ухо Точно Точно Вот доброта Как ты догадался-то? Ну черное и белое И наши соотечественники Не красное и белое Есть красное и черное Это Стендарь написал Усчитывая того Что перед тобой Известный кинолог сидит Это что-то оценить должен у тебя Так он знает, что я собак люблю А почему собак люблю? А чем больше я знаю людей И тем больше я уважаю собак И говорят у собаки То другое Ей заложено это Вот это преданность Преданность неописуемая Ее когда ущут Бросается тигр Ну она Тигр Лапой Ну 330 килограмм вес Тигр А что спрашивают Я знаю Собака Если даже на 3 секунды Жизнь может продлить хозяина Она бросится на него Если она научена Преступник отстреливается в вагоне Ничего не могут взять Это такая собака ущеная Все-таки протолкнули ее в окошко В окошко И она одна И пока боролась А в это время успели Задержать Пока он не стрелял Я к слову сказать Вечером в парке Там уже тренировал собак И девчонки идут Говорят Ой тут Техла собака Нет нет Пес говорит За нами увязался Я смотрю Ну дворня дворня какой-то Ну грязный весь Он там В болоте искупался Ну говорит Ну жалко Я вот что-то взжарился Забрал его к себе Домой Отмыл его Смотрю У него на спине Такая вот Хохолок идет Хохолок И шерсть растет Против Против То есть Туда Против Этнозавра Да Против Шерсти Наоборот Сейчас шерсть так Она Вот такая полоска И называется Это ридж Ридж И порода Называется Риджбек 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 Ребезийский Риджбек Здорово Мы вообще Таких собак Это Лёгчик Логика Мы сейчас Про тигра Подсказали Выводили этих собак Для охоты На львов Олег Как говорится Отца от зверей Они в стаи бегут И льва Прям Это Логика Не верю Это Нет Это Брехня Сто процентная Гиены Самое После льва Сильное Животное Самое Сильное И не смеет Нападать На льва Один Удар Лапает И ничего Нету Ну я не знаю Там ролики Я вот Ради смотрел Они со львами Эти собаки Со львами Ну может Они дрессированные И они Не боятся Игнати Вы Зарядите Мастина Неаполитама Специально выведенная Собака Для охоты На львов И тигров Несколько таких Собак От пяти до десяти Не просто льва Осаживают А убивают Загрызают льва Эти отряды Были у Александра Македонского И они действовали Против слонов У него Ну может быть Там где-то Собака Со львом Это дикие собаки Не одна собака А именно Стаи Их учили Охотиться Именно льва Они загоняли Его Льва Не просто так Обычно так Льва Тигров Ловили Собаки Осаживают А охотники В это время Со всех сторон Его Рагулями Придавливают Живем Может и так А без человека Ничего не Может и вот так Он как развернулся Вот сколько было собак Он спихнул Больше ни одна не встанет Ничего не сделать Дело все в том Что одна-то его кусает Он к другой обращается Там следующая И он просто Конкретно Целенаправленно Не идет на нее Он идет на укус Кто его обидел Он не пойдет Он только развернется А другая пока подбежает Она думает Это в них заложено Вот стоит этот Носорог И на него нападает Восемь львов И ничего не могут сделать Давайте Давайте Словом Ну я понял Да Давай Итак 1 Тимофею 2.8 Итак Желаю Чтобы На всяком месте Произносили молитвы Мужи Воздевая Чистые руки Без гнева И сомнения Толкование Как же Христос Запрещает молиться На всяком месте Так Он советует Не делать этого На площадях А повелевает Входить Для молитвы В комнату Матфея 6.6 Нет Христос Не запрещает Молиться На всяком месте А научает Не делать это Из чеславия На показ Он напомнил Только о комнате Подобно тому Как В изречении Пусть Пусть Левая Рука Твоя Не знает Что делает Правая Матфея 6.3 Он говорит Не о руках Но указывает На чрезвычайную Важность Творить Милостыню Без тщеславия Поэтому и Павел Желает Чтобы мужнины Молились Мужчины Простите Молились На всяком месте Так как Христос Не запретил Этого Сказал же Он это Для противопоставления Молитве Иудейской Ибо молитва Совершалась У них В одном месте То есть В храме Иерусалимском А у нас Не так Благодать Беспредельна И как Молится Христианин За всех Так и На всяком месте Не о месте Молитвы Должна Рассуждать Со всею тщательностью А об образе Ибо он Требует Рук Чистых От любостяжания Хищения Убийств Яс Рук Полных Милосты Далее Без гнева И сомнения То есть Без злопамятства И Возбуждения Против Братства Твоего Апостол Учит Чтобы Молящийся Молился Без сомнений И колебания В мыслях Получит Или не Получит Чего просит Как же это бывает Отвечает Если ты Не просишь Ничего Противного Его воле Ничего Недостойного Царя Но просишь Всего Духовного С чистыми Руками И без гнева То есть Можно вопрос То есть Тут написано так Что Каждый Может за всех Молиться Ну за всех Я понимаю За весь мир Да Монахи Ну я хотел сказать Так это Мы тоже Кажется Можем молиться Что ли Конечно А я думал Одним монахам Дышим Спрашивает Где Глушков А он там Монах Глушков Живет На выходе Скорченный Монах Глушков А как же Дошли до того Что Только Монахи Одного Выделяли Из семьи Хорошо Хорошо Кому вопрос Задаешь Монаха Поймай Какого Держи Его Дома Ты спрашивай А у нас Был тут Монах Нафана Вчера Интересно Мне Скидывает Юрий Соболев Такое общество Есть в Америке И мне Говорят Общины Да только Алтайские Потеряем Барнамульская Община Без всяких Обетов Ну чтобы Неженатые Были Ну у них Общество Процента 80 Женатые С детьми А остальные Как они Что делают Главное Это дела Беспрекословно Выполняют Ну как будто Устав наш Списали Но там Есть такое Которое Я не принимаю Какое Бо ни было Настроение У тебя А ты улыбайся Как всегда Ты резиновая Улыбка Не улыбка А щелицей Стоит Еще Какой бы ты ни был Едва до дома Наплелся Вечером А с детьми Позанимайся Да дети Это в это время Три часа Как отоспали Что ты будешь заниматься Ну одеяло Подоткнуть Упало Больше ничего Наш отец Еще на палатах Спят По ногам Щупал Сколько По ногам Ребятишек А там Шкуры На сланы На шкурах Мы спали Среди ночи Мать встала Плащет Кто-то Тихон Кто-то В огороде Плащет Она шаваля Она там Сестерка моя Она маленькая была Полола там И уснула А ночью-то Проснулась Холодновато Она ревет Сидит там В ботве Ну отец Пошел Холера Тут что-то Ворм Это не пришел Домой Кино Если идет Тут раз Попутно Сказать К матери Мам В кино Охота Сходить Я не знаю Дети Как отец Они на поле Бегут Дядь Кино Привезли Я не знаю Как мать Дядька Отпустил Одна девчонка Сходила И до туалета Маленько Не дошла И отец Ее остановил Разве Вас в школе Так учат Она говорит Она совсем Не учат Чему Вас В школе Так Разве Так Учат Ходить Это место Доносить Надо товар Свой Первое Тимофею 2.9 Чтобы Так же И жены В приличном Одеянии Со стыдливостью И целомудрием Украшали себя Не плетением Волос Не золотом Не жемчугом Не многоценную Одеждой Толкование Желаю Говорит Чтобы и женщины Без гнева И размышления Воздевали чистые руки Не оскверненные Грабительством И корыстолюбием Поднимали руки Ибо Когда жена Принуждает Своего мужа Доставлять Ей Драгоценные Камни И золотые Украшения А он Похищает Чужое То и она Конечно Похищает Дурак Сел в тюрьму Все От женщин Апостол Требует Чего-то Большего Именно Одевать Себя Прилично А не Изысканно Потому что Последнее Считается Неблагопристойным Украшением Называет Такое Платье Которое Со всех сторон Одевает И прикрывает Прикрывает Разрезов нету Вот где говорится А Не бесстыдно Обнажает Бесстыдно Ибо Он прибавляет Со стыдливостью И целом Умремя Наш отец удивлялся Приехал Еще когда убегал Там Мы раскулачивали В Москве Он увидел Женщина идет И он до смерти Наверное Все вспоминал Какая женщина Какое одеяние Сороки Сороку Когда убьют И из нее высушивают Шкурка И она идет У нее все Хвосты Вся из сорочного А у нас Сколько сорок летает Такую одежду Несчитывая Эта женщина Поразила его воображение Она идет И она вроде одета И не одета Наверное А какая красивая Одна была Хлеб резала И грудь порезала Да грудь у нее была У нас стоит Ведерный чугун Он показал Такие примерно Ведерный чугун Понятие Мужской красоты Женской Да Так покажут Еще завернет Сейчас вспоминаешь И думаешь Как просто жили Вот у нас никогда не было Что советской властью Там недовольны Проклят Никогда не было Всегда веселье какое-то было И не было Чтобы отец там бил Или Я даже не знаю Это один раз только Аким маленький был Он пришел И за стол молиться не стал Я хочу быть коммунистом Учительница рассказала А мать пожаловалась Отцу коммунистом А у нас Ремень там Или Петка была Матку подосовала Как матка Ну матка лежит На которой опираются Две доски так А третья на нее Это вот это пространство Отец его взял Ногами коленки Сжал Рука-то одна А другой Уже за стол Сел верующим И по сей день И стал батюшкой Отец один раз Рассказал ему Он стал Коммунистом быть Рассказал Сейчас бы юринальная юстиция Налетела Как коршуны Уринальная юстиция Сейчас бы налетела А почему На мусульман не налетают Потому что Никто из мусульманских Детей Тогда от юринальной юстиции Только полетит Она полетит вокруг Еще не будет Даже во сне не отставят А русские С Павлика Морозова Как пошли А эти ходят Электричество Они платят А что платить-то Когда пенсии не дают Мужик лезет Послали Энергию отрезать Мужик вышел Старик Так не трожь Я когда платил Всегда платил Как я заплачу Когда ничего нету А я не знаю Меня послали Я сказал не лазь Он лезет Только наверху налезать Мужик выскакивает С ружьем Как дал Тут повис на когтях Сняли часа через два Только и все Ну старика забрали А другие уже не полезли Так Вначале говорит А соседний говорит Я даже предупреждать не буду Я теперь сразу дошли сну Все кончилось Вы деньги дайте Мою пенсию не даете Полгода Я где возьму Я фронтовик У меня все в порядке Вы ограбили меня Государство А требуешь еще дай А где я возьму Чубайс еще не хватает Моих рублей Чубайс как-то выступил Чего так разодрало Говорит Вы даже представить не можете Как мы невообразимо богаты Он нищий Он не богатый А кто богатый Лазарь Поворот в трупе Он такой Что ему ангелы прислуживают Ангелы И ангелами отнесен был Не на машине приехала Сейчас машина приедет А за мной машина приехала Это ангелы посланные По ней обу несут Старый черток заносит Вот честь какая А псы приходя Лизали струбивы Псыты Вопрос немножко О женской красоте Здесь написано Украшали себя Не плетением волос И вот как-то формился Игнать Тихонич говорит По молодости Как говорит Увижу Женскую косу Заплетенную Ну все У него уже Это Говорится Ну нормально Зачувствовал Так вот Неужели У нас же Русская коса Считается Ничего тут такого Мне не кажется Что они Специально Украшают Что Лохудрой ходить Что ли Остав волосы Покое Златауз Говорит Она то распустит И распустит Тоже А Ефим Сирин Говорит На голове Она крутит Ребята А видимо И чужие волосы Привораживались Тебя на встречу Господу Сангел Вместо этой башни Понесут ангел Как будто нужен На голове На там Горде Такое Ну одна Что-то по телевизору Я видел У нее прям вот Такая Пирамида Там не плетение А что я косу любил У меня С воображением Было такое Все бабы Застрижены А это коса Это значит Хорошая Ну волосы Она должна Растить У меня такое Было Что С косой Дурная Не пойдет Она Не такая Может быть Тогда Это и так Было А у нас Приезжает Катя Тинникова Там Хакасска У нее коса Повиже Сгиба колен Вот такая Видела Я видел Я не Женщина Они показывают Она косу Отрое Держит И вот так Вот крутит А девчонки Там прыгают Через косу Она у нее Толи 4 метра Или что Вот так вот Крутит А они прыгают Через нее Не жалко 4 метра 4 метра Не жалко Играйте дети Да Мы счастливые Что мы знаем Что такое Касая А если вовремя Не подпрыгнется Больно Вовремя Сергей Какой Можественный Человек Ну что Продолжим 1 Тимофея 2.10 То есть Не плетением волос Но чем Но добрыми делами Украшали себя женщины Как прилично Женам Посвящающим себя Благочестию Толкование Ведь ты идешь молиться А не плясать Зачем же ты выдумываешь Плетением волос На голове Завив Локоны Драгоценные Камни Одни Привесив Другим Окружив Себя Со всех сторон А третьи Пределов Обуви Что это Как ни Крайний Позор И это Не через Слезы Ли бедный Вдов И сирот Ты лишаешь Вдову Бедной Простой Одежды Чтобы Попирать Ногами Жемчуг Уже ли Невелико Еще Долготерпение Божие Ты пошла С намерением Просить Отпущения Грехов А украшаешь Себя так Как будто Выходишь На сцену Прекрасно Действительно Сокрушение Сердечное И Бог Без сомнения Услышит Тебя Обливающаяся Слезами Бедняков Если же Павел Запрещает То Что служит Только Признаком Богатства То Еще Более То Что Относится К Излишней Суетности Как Например Натирание Щек Подкрашивание Глаз Изнеженный Голос Влажный Взгляд И прочее Сергей Задал вопрос О патриотизме Сейчас Везде Патриотизм Ну как Как вот Сегодня Так Я пример Даю Ты Маленько Знаешь С чего Я готовился А мы Ходим Малину Собираем Отвообрази Эту Картину Малину Собираем Ну а Ребятишки В середине Бывает А кто Взрос Маленько Подальше Там Зайдет Где-то И дальше Кусты Я заворачиваю Кусты Лежу Человек Лежит Он Мне Разговаривает Я Гляжу У него Автомат В руках А тут Только что Объявление Прошло Там Взрыв Был Через район От нас Ищут И не нашли Никого И где-то Он Я вижу У него Рука Как-то Так Вы Он Ранен Где-то Я Ребятишек Отвел В сторонку Там Сергей С Ты Никакого Нет Я репей Нажал И ему Помогло Это Но я Сказал Каждый раз Рассказывай Ему По Боге Маленько Он Молчит Видно Совсем Мало Верит Я говорю Мы Верим Во Христа И у нас Не воевает Никто В Чечню Мы не пойдем Воевать И никуда Не пойдем Так Ты мне Дашь слово Я тебя Хочу спасти Что ты Никогда Воевать Больше Не будешь Нигде Никого Убивать Не будешь Да Какой Из меня Вояка Но даже Выздоровеешь Ну а Тебя если будут брать Ты скажи Я не могу Больной Ты действительно Больной Больной А мы едем Сейчас я говорю На восток Мы думаем Пройти Через Шенгенскую зону И нам Проходить через Чечню А я тебя Коробками-то заложу Тебя там Не видно будет Никто не догадается А где Там Гудермеси Там рядом Село Я говорю Мы заедем туда Ночью Чтоб никто не видел Нашего Чтоб еще не было Что я тебе дал Это я все У тебя заберу И задержу Чтоб случайно Не обнаружили где-то И ты никому Я каждый раз говорю Я сейчас повернусь тебе спиной И молиться буду И ты меня можешь убить Я тебя не знаю Кто такой Но я смерти не боюсь Для меня смерти нету Скажи Что я сделал не так А вы его не выдали Я не обязан выдавать Его Он не желез уже будет Он будет обороняться И написано Что не сдавался Что я не сделал Сделал не так Ну а как А так Я сказал и сделал Ребята легли наши спать Вечером Я его привел За коробки туда заложил И все А так ложатся спать А я один с собакой Этого урагана Увел в сторону Я опять ему дам Я говорю Я потом уберу Оставил ему Никто еще И не догадался Ни один не догадался И теперь я его Что я неправильно сделал Скажите Патриот я или не патриот Так я молюсь Все время А у него оказывается Семья есть Ребенок И он не будет воевать Он их детей научит Он другим расскажет Я ему рассказываю Как мы были в Дагестане В прошлом году Я говорю У мулы ночевали И то другое И он очень удивился И Как я говорю Хорошие отношения Так они Коран считают Преподает Коран Не точно считают А он мула Он учит Вот теперь объясни мне Мою ситуацию Ты бы как поступил Да как брак Не сдается Его уничтожают Максим Горький сказал Ну Максим Горький так сказал Только Горько ему от это будет А мне Господь сказал Возлюби врага твоего И он никого не тронул Потеряевка наша не пострадала Дети не видели Никто не солгал Меня никто не допрашивал Я не виновным Себя считаю Ни по виновным Нигде никак Ну а тут обдумать Как надо было Это моя уже У меня практика большая Как прятаться Я как-то стал рассказать Говорю У меня потеряю Постоянно были Две лошади под землей Спрятаны Две лошади Собаками занимался Ложусь спать У меня нож Топорик и ружье Всегда под головой У меня же ее нельзя было взять Собака обязательно А то еще не одна Я рассказываю И все как сказку какую слушают Это потеряю Да 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 где же вы могли лошадей Кранить А вот где ветла у Павла По коридору Там подальше маленько Никто не знает О чем я говорю Что действительно Да И не родные никто не знали Я с детства готовился С пяти лет наверное Почему Когда послали Отец мне рассказал Что советская власть Сделала с людьми Как раскулачили Как убивали Вот они Их было сколько Говорит Пять братьев Ну они где-то там Где-то может Все здоровые Все здоровые такие Ну там Хорошие ребята Эти пришли Аглоеды Его арестовали Ведут А он босиком идет Хоть последний раз По травушке пройтись Они говорят Двухпудовая гиря была А ворота как заезжаешь Ну она наверное Вот выше иконы Даже вот этой Они друг друга Через это перекидывали А тот ловит два пуда И опять кидает Икона Ну ворота когда заезжаешь Чтобы сено зашло Связывается где-то И что Расстреляли Их расстреливали Оттуда кровь Там говорят Желоб И кровь просто стекала На улицу Там в яму сделали Своих Своих Но может он был Среди белых Может быть Я не знаю Подробности Но дело в том Что расстреляли их всех Уничтожали себя Это Беда пришла Революция всегда беда Это Жириновский даже говорит Это всегда кровь Это всегда разруха Эти майданы где А были ли там верующие Верующие их расстреляли Ну а был ли хоть один такой Чтобы слово его потрясло Ни одного Почему Кисляков был один Спиридон Он среди бурят Трудился И потом Он или не он Ну такая же фамилия Все Направили в воинское счастье И он принес покаяние Я господи Как я виновен Я людям Не давал Библию считать Я говорил Патриотизм на земле Здесь Надо умирать Я призывал Клясться на Евангелие В котором написано Не клянитесь никак И люди шли и умирали Я убийца Он принес покаяние Первое мировое еще где-то было Вот это покаяние Я с колен не могу встать Я не могу смотреть В глаза родные и близкие Которые меня слушали И пошли И все умерли Куда они пошли Куда они пошли На австрийской территории Чем мы там забыли Ну как В Афганистан пошли Чего там в Афганистане В Афганистане Даже царь не был Уж везде воевали А там не было Приходится говорить Да патриотизм это Или не патриотизм Два маразматика Устинов был тогда Устинов Помните этот Министр Обороны А? Обороны министр Как его звать? Дмитрий Устинов Как его звать? Дмитрий его звать А как отчество Сейчас забыл Устинов и Брежнев Решили в Афганистан Везти войска Ограниченный контингент Ну какая разница ограниченный Гитлер тоже ограниченных Послал сюда Всего 158 дивизий Ограниченный Потому что он во Франции Еще оставил Ну да Половина во Франции была Да Ну давай Это у меня сегодня все И ролик не записал Так а Игнатий Иванович Вы говорите Патриотизм или не патриотизм Патрио это отечество Да Отец паттер Паттер это отец Да переводится Значит отечество Значит отечество А наше отечество на небе Как святые говорят О я про это и пишу в книге Вот к истинному православию Да Тогда истинный патриот Тот который бьется Чтобы все пришли на небо А вы исполнили С этим человеком Патриотизм Он пускай был враг Но вы накормили Но более того Я говорю смотрите Ладно Ветхий завет Вы исцелили его Ветхий завет Убивайте Врага поразили Я говорю А Илья как Да как 850 голов отрубил Сейчас мы видим Одному русскому солдату Голову режут Ай-яй-яй Голову режут А пророк Илья 850 голов отрезал Сразу В один день Ну 850 голов Это куча Это огромная И дальше что А ученик его Елисей Просит Чтоб твой дух Был на мне вдвойне То есть У этого должно быть Примерно 1700 голов Да Вдвойне А он не так Сирийский царь Послал войска Он вышел Господи Закрой им глаза Они глаза закрыли Идут Идут Поют Вставай Отечество Во нас Священная война Поют Там День Победы Порохом пропах Идут Идут А ученик У него Этого Гиезий Галя Разбудя Слушай внимательно Это сгодится Ученик говорит Ой как много войск Он говорит Господи Открой ему глаза Он открыл глаза Все небо До горизонта Войска На небе Ну не надо думать Что там были Катюши стояли Это образно показано На небе нет этого Катюши И он их завел В середину Страны Ну сказать там Гитлера Который первые войска Завел вот сюда До Барнаула А теперь молится Господи Открой им глаза Глаза-то открылись А вокруг стоят Войска Он говорит Сарь-то Может поразить Он говорит А ты их завоевал Ты накорми Напой Вызови Красный крест Перевяжи Дай им Транспорт И отвези их И написано Царь послушался Так и сделал И что И дальше написано И сирийцы Больше никогда Не приходили воевать Своих солдат Сохранил Ну и фашисты Вернулись домой Никого не нашлось В России Я тебе рассказываю Библейские сюжеты Так? Аминь А почему В этом В Тихом доме Доне Михаил Александрович Шолохов говорит Все патриоты От каждого Червивого котелка Заверстывания Патриотизма Червивого котелка Это про нас Что-то хорохорец А ты там еще не был Да я бы Сбуха не издал Тебя одну Такую иголку Сюда засуну Ты будешь Язык на пище держать Ты не знаешь А вот когда Христиан мучили То написали А они бесчерстные Как деревья Их мучают Они улыбаются Что у тебя Огня нету На сковорде На сковорде Раскаленные Так Эта сторона Прожарилась Зверь Ты будешь Шашлык есть Переверни меня На другую сторону Вот как разговаривали они Агафью мучают Она Жара то нет Эх какие вы бедные А мой отец плотник У него дров Займите Не займи Чтоб разожечь На ладу Они смеялись Нему в глазах А вот такие девчонки Сидят Да они даже старше Вера Надежда Любовь Вот такие вот девушки И главную Самую меньшую Агнию Допрашивает А ты как А она что ответила А мы Из одних книг Учились То есть Этих казнил Мы не сдали Все это не сдастся Вот ответ А сегодня Мы не знаем Сохрани бог И помилуй Сами идут Берите 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 вам еще надо Ешьте Пейте Да Ну поехали Первая Тимофея Вторая глава Одиннадцатый стих Жена Доучится в безмолвии Со всякою покорностью Толкованием Женщина должна Соблюдать приличия Не только во внешнем виде И одежде Но и в голосе Она по его словам Не должна говорить Даже и о духовном Но должна только учиться Для нее будет лучше Если фауна Будет хранить Молчание Чем мы сегодня Как ты докажешь Яна в комедии Никогда не докажешь Бесполезно Одно я знаю Которое доказало Александра Ивановна Чернярская Помните Дедушка как пришел А почему пришли Спрашивает Игнати Игнач Он говорит А Саша то моя Совсем изменилась Как изменилась Ну как раньше Я ей скажу слово А она мне Очень-очень много Говорит слов Двадцать 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 Два слова В раз сказать Она же говорит У меня в правкоме Председатель была Поэтому она мне А тут смотрю Молчит Саша Я ее там Что-то Ругнул Это вообще Для нее Она Голову Склонила Нет она просто Мне что-то ругался Я упал И говорю Дедушка Прости Дедушка А я ее спрашиваю Ты Ты что такое Она говорит А я на занятии Вот хожу Там к Игнатихоновичу Говорит Там университет Он говорит Так Надо пойти Разобраться Что это там Учат мою жену Чему Пришел Говорит И вот здесь До сих пор Вместе с Сашей Вместе с Сашей Да Вот это единственное Я знаю Он ругается Там на все Поле Кричит Александра Михайловна Тоже у нас Тоже Круткая На втором месте Вот здесь Вот как идешь Роспотреб Это Союз Называется Союз Торгаши И у них Идешь вот так вот И сразу Высокая Вот такая вот Ну прямо Такая вот Ступенька И ногами Надо подниматься Я зашел Говорю А как же Он видит Ну надо Кому обойдут Покруг А чего ради С тротуара Выходить На проезжую часть Надо сделать ступеньки А кто вы такой Я говорю Сделать надо Кто бы я такой Не был Я живу здесь Я недавно поселился Тут уж сколько лет Стоит И ничего нет Я говорю Надо сделать Нет Я тогда раздумался Как же это сделать И они слушаются Я тогда Договорился С Вологуевым Это Главный фотограф Алтайская правда Александр Павлович Договорился С Чернявским А он инвалид Отечественной войны С Костырьком Договорился С Людой Петеримовым Она взяла Кажется Вот тогда был Уник этот Ося Маленький И они пришли И этот С Костырьком Поднимается На этот А этот Ребенка Перетаскивает Коляску Оставил Так это не все Я пригласил Лучшего журналиста Золотое перо Называется Логина Полет И он все Выслушал Фотографии взял И как дал Статью Волтайской правде Губернская газета Так это не все Это целая акция была Когда все было сделано Теперь я пишу На Баварина письмо Эту газету Прилагаем И всем депутатам Законодательного собрания Там Наверное Все руки вскинули Проголосовали А теперь Не Игнатия Лапкин И этих теперь Вызывает Это На вас жалоба Да А он Мы сказали Пирс Устроили Среди дороги И корабли Должны объезжать На проезжую часть дороги И во сне Как ударился Все рассыпалось Олег Он так написал Еще это дело Все И они сейчас сделали Как пандус И ступеньками И ручки держать Все А то Говорит Ничего нельзя сделать Я говорю Ничего не начинали А тут ветки Там везде Мы с Витей Взяли В лесенцу И в ночью Прошли Все Спилили Все эти А Потом А те Которые Зелендорфа Все убрали И люди идут И нигде Веток нету Оно прям по лицу Идет Ну таком уровне Ну все Кто-то должен взять На себя Один раз Прошли И все Дорога чистая А то Ничего нельзя сделать Стоим Я еду в тюрьму А там Ну прямо Где магазин Ра На Пушкинской И вот так Провалился Она не ямой А как-то Прогнулся асфальт Например И машину Так бросит А другая Заворачивает Прям к остановке А я стою Подошел Говорю А почему же Это так Что-то Ну дорогу Это же убийство Да кому это надо Я говорю Позвонить Вы еще наших ГАИ Не знаете Я говорю Знаю Хорошие люди Нашел Менты хорошие Прям вообще Да есть Я пришел Позвонил А где это Я говорю Тут так-так-так Это опасно Прям на остановке Люди Когда Вид перед ним Он как хватнет И прямо на остановку Остановка рядом Через неделю Ехать мне Я приезжаю Оттуда Жирное пятно Асфальта Выровнено Совершенно ровно Ничего везде нету Ну там машины Четыре ахнули А говорят Еще нельзя сделать И никто этого не знает Кто это сделал Ну кто там У нас завод Асфальтный Ну конечно Ничего нельзя сделать Я в эту фразу не верю На мой ответ А еще не начинали делать У нас бобры Там все перекопали А сейчас вода прибывается Ничего нельзя сделать Ну ты участник был Да Участник ребята Заплыл А то ничего нельзя сделать Они простили уже все Я прям участник заплыл Не ну они это полностью уже все Сложили руки Потерялись Они уже все бросили Батюшка даже так скептически Посмотрел на вас Улыбнулся Ну да давай Пять загородок сделали Давай братик давай Как это Заслон сделали И забутили все Никогда руки не складывай Потому что Мы люди И где мы про 6 лет Должны оставить И главное Красиво еще все это сделано Красиво получилось Не просто там Что попало Я сейчас все думаю Как теперь первый мостик Сделать Куда ты не пошел Не боялся И как сделать Я уже все плановал Примерно вот этих вот 15 сантиметров Примерно 100 штук Мне надо этих Дерев 100 По полтора метра Забивают Как мы там Смолить будем Теперь на ему Это обойдется 1200 всего рублей А это Туда к трубу Нельзя никакую положить Или типа Она дальше забавлена Нет А есть там что-то Сделаем который Вот поэтому Вот будет вода течь А это за путиобразным А там Поднимается опять На дорогу С дороги С самой дороги Сделать проем А вы вот так Как горная река А здесь будет просто Камнем выложено Камнем Ну так у нас Таким А чтобы она не разводилась Теперь Вот эти вот Наклонно И между ними Собью и стяну Проволоко После бульдозера У нас все У нас все У нас все Учера уже договорился С бульдозеристом Переезд называется Это брод Брод просто Мне пришлось Я вложил туда Больше миллиона уже При минимальной пенсии Больше миллиона И кто-то начинает Да это гуру На меня гуру Вот такой гуру Нашелся И два блаженных При нем Говорит Больше миллиона В землю Ухлопали Да какой гуру Это делает Он набирает И убегает И главное Потерять Никаких-то ни одного Говорит Не было А так кто пишет Максим Степаненко Он это видит А другие не видят Ну и всех потеряльцев Нам только помог Это Саша И все Бог милостивый Главное у нас Слово Божие есть Оно нас вразумит Аллилуйя Чтобы оно заговорило Живо и действенно 1 Тимофею 2.12 А учить жене Не позволяю Не властвовать над мужем Но быть в безмолвии В безмолвии Приехал ваптист И живет у них на квартире Ну в гостях Второй-третий день Лежит, поет У которых я обратился Михаила Они тоже ваптисты А жена-то у тебя верующая А он говорит Еще не делает Целый день Лежит на диване Поет в гостях У меня отпуск Жена-то верующая А куда она денется Игорь А куда она денется Ну да Или в Магадан отправляйся И я говорит Сиристалов Поехали Не нравится ему Толкование Апостол отнимает У женщины Всякий повод К разговорам В церкви Ибо после того Как он повелел Им молчать Чтобы под благовидным Предлогом Учительства Не разговаривали Сказал Да не учат Потому что Это давало бы им Власть и первенство Над мужем Между тем Жене Повелевается Быть в подчинении Далее К мужу твоему Сказано Влечение Твое Бытие 3.16 Как ей прилично Хранить Так ей прилично Хранить молчание Через молчание Она лучше всего Покажет Своё подчинение Зная Однако Что апостол Не вообще Запрещает Учить женщину Но только В церкви А вне церкви Это ей Не запрещается Так Прискила Оглашала Здравым Учением Аполоса Как Верной Жене Не запрещено Оглашать Неверного Мужа Мне одна пишет Из-за лека Из-за лека Из-за границы Попков Даете Считать Пусть он Детей своих Сначала Кормит У него Семь детей Оставлено Семь Я не понял А семишу Или от одной Не стал спрашивать Да нет Попков Какой Пупков 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 Сергей Такого Знаешь Вы Даете Ему Учить У него Семь Детей Оставлено А что Не ввозь Я ничего Не стал Отвечать Я Попятился Почему Я Об этом Не знаю Да Безняга Да может И у меня Что-то есть Хорошо Что я не читаю У нас Некоторые Братья Хоть сегодня Мусульманскую Готовы Перейти У нас Один Чудак Ходит И детям Конфеты Раздает На улице А зачем Ты это Делаешь А вдруг Денег Мой Ну да Так И ты Тоже Как сумели Сделать Ревности Нет Ни одной 1300 лет Есть Расстали Русскую Спрашивать Ну а Как он Где Сегодня Говорит Он Называет Сегодня Ну это Аэши А когда Он придет Говорит А через 3 дня Говорит Он ко мне Будет У него Костюм Он висит Говорит В шкафу Через 3 дня Она знает Он придет К ней Его очередь Если она Пожалуется Там свой совет Где-то Имаму Что он Ко мне Не приходит И то Другое Ему Башку Отвернул Он Когда женился Дал подпись Любимая На нелюбимая Я обязан Ей Если 4 Жена На 4 День Быть С ней Вместе И Имение Делить Одинаково С нелюбимыми Детьми У них Это Очень Строго Да Это Строго А у нас Как А выгодки Зарегистрированы Были Че Тебя Это Бумажка Вот Видишь Как Так Что Во всем Деле Нужная Верность Ну Ладно 1 Тимофея 2 13 Ибо Прежде Создано Дам А потом Ева Толкование Поскольку Говорит В самом Создании Род Мужской Удостоин Первенства А Ева Создано Второй То Должны После Сего И все Жены Иметь Второстепенные Места После Мужей И Подчиняться Им Ибо Сила Того Что Тогда Совершенно По отношению К Адаму Совершено Совершено По Адаму И Еве Простирается На весь Род Мужеский И Женский Увы Ну Мне Непонятно Как Главное Вот это Молодежь Что Непонятно Ну А Судор Разница Первым Создал Или Второй Почему Причем Тут Я Говорит Ева Загрешила А я Причем Другая Женщина А вот Это Тебе Не Надо Задавать Вопрос И Павел Не Говорит Что Она Хуже Образования Меньше Нет Говорит Ибо Не Адам Прельсившись На Жена Прельсившись Пала Преступление И Даль Ездит Через Нее Все Мы Умираем Она Не Просто Виновна В гибели Абортирован Ребенка А Сто Миллиардов На ней Лежит И Ты Участница В Эм Докаяни Убивала Всех Родила Ева Ева Она Осталась Евой Удлый Сосуд То есть Немощная Так Немощная Пусть Идет Как Немощная Она Двигает На Тебя Обличает Как Котел Железобетонный Ничего себе Немощный От Мушка От горшка Только Осколки Летят А если Не одна Еще Катит Штуки Две Попробуй Уклонить Нет Не так Сказали Надо Иметь Лицо Камень Почему Какое Отношение Сказано Все Аминь Нет Я Про Прельщение Мне Понятно Про Сотворение Почему Именно Последняя Тварь Хуже Чем Первая Почему Потому Что Из ребра За ней Больше Творения Не было Женой Больше Бог Закончил Почему Она Последняя Тварь Тварь Это Творение А у нас Слово Тварь Как будто Ругательное Не считают Однозначно Ругательное Слово Конечно Не ругательное Только Попробуй Скажи Кому Тварь Последняя И узнаете Ругательное Или нет Почему Если Женщина Спасается Через Дороде Какая Власть Дана Я Ни одной Женщине Не сказал Тварь Последняя Ни Одной Я вначале Думал Самая Опасная Тварь Женщина Лучше Говорит С медведистой На углу Крови Или Со змеей За раконом Чем Женой А потом Узнал Что Оказывается Злее Этой Жены Еще Есть Это Мужик Когда Ее Слушается Он Еще Силу Добавляет К этому Подходущий Это Вот Где Самая Беда Вот Работает Кто в лагере Там Сидят Женщина За убийство Ну Бывает Охранник Здесь А потом Переведут Туда Даже Сравнивать Не Приходится Насколько Страшнее Женский Лагерь Это Ужасно Даже Сказать Невозможно Что Они Делают У Мужиков Этого Нет Там Да Да Даже Помине Безжалостно Жалости Нет Да Притом Абсолютно Все Лагеря Такие Мужиков Отравляют Как Мух Диклахосом Кошмар А помните Вы Рассказывали Что С кем То Беседовали И говорили Что Если Будут Лагерь Освободят Там Будут Верующие И неверующие Вы там Рассказывали Как все Будет У неверующих И как У верующих Мы сказали Амнистия Но выходить Не надо Охранник Сами себя Выбирайте Отдельно Лагерь Одни Только Верующие А другие Неверующие Всех Верующих Сюда Согнали А этих Туда И Притом Там Конечно Убрали Отдельно Бараки Живут Женщина Ну и мужчина Ну а Вход Свободный Что бы У вас Было О Это Открыто Бабам Вход Да ты знаешь Что бы Тут Было Что Дрась Остали Конечно Стали бы Самсы Самок Себе Добивать Подбивать Гарем Свой Ножи Бы Сразу Ну я Говорю Рассказывай Дальше Что было Было Так Я Сижу С какими Преподавателя Второй Группы Космонавтов Главная Рыбака Алтайского Края У которого Все космонавты Аксена Все там Обитали Администрация А я говорю А про нас Про наш лагер Расскажу я Но От каждого По одному Разрешается В город Отпускать Каждый день На 5 часов Продукты Что бы принес И проще По одному Мы выбрали Такого Что бы знал И вы выберете Мы вам еще Принесем Оружие Оружие Я говорю Ну а мы Вы принесли Что бы заказали По еде А остальное Книги Библии Девушки Там сразу Поставили бы Женский барак Никто туда Не зайдет Как Ну мы сказали Никто не пойдет Про какое-то время Ознакомиться Можно было До вечера гулять Никто никуда Не удаляется Все верующие же Священник тут есть Ну и стали бы В свадьбы играть А дальше Бородом построили А у вас все было бы Ничего не было Вы бы сожрали Друг друга Вот и весь сказ Это я сижу В камере И рассказываю Такую картину нарисовал Ну и вы Согласны Что у вас такое было Да так и было бы Как наша община Получилась у вас Когда вы рассказывали Свадьбы начали играть Молодежь Включается Мы рассказали Просто давайте посмотрим Быть верующим Выгодно Или не выгодно Во всех отношениях Выгодно А вот и дети уже Да Это уже А я в тюрьме Плохо Я говорю В тюрьме Хорошо А почему думаете Тебя бы выпустили Сейчас Давай Ты бы вернулся В тюрьму Отец Никогда Я говорю Давай вообразим Ты вышел А где ты живешь Я в Бийске И ты идешь А где угольки В Бийску А ничего нету Нету Нигде нету Ничего Мы то за каменными стенами Оказывается тут бойня прошла Города истребили Катюши Все развалили Куда ты пойдешь Есть охота Ты в тюрьму и придешь Пайка твоя здесь осталась А ты курил в тюрьму А мы ложимся спать А я снял На подоконник Положил решетку Я говорю Дома При открытой опорточке Я на окно Ничего не положу А здесь я не боюсь С улицы охраняются С собаками у двери Тут очень хорошо Я еще всем говорил Говорю Сейчас бы сейчас Ты что Воровал Там машины В заводе были И они А другие Сидят Вагоны останавливались Говорят А мы их разгружали Лук там воровали Я говорю Говорят Было горе луковое Горе луковое Ну и вот Соседка говорила Смотри Олег Будешь Видеть небо в клеточку Одежду в полосочку Одежду в полосочку И вот теперь Я говорю Смотри Если ты верующий Как у тебя жизнь Поворачивается Ты покаялся Даже преступник был бы У тебя этого не было бы Вот этого не было Вот этого А ты из этой тюрьмы В другую переходишь Только Простыми словами И все согласились Быть верующим Хорошо Один майор Милиции был Все вопросы задавал Я в милицейской Камере был В кемере Вот ляжет Вот так лежит А что Я не знаю На охоте Стрелил человека Говорят Я нечаянник А другой еще Он Я жену зарезал Пока я был в командировке Она падла Спуталась Тут садим Ну и Пренебрегает Я встал в косяках Вот так вот Уперся в косяки Настя Никуда не пойдешь Да видала я тебя У меня нож был Я как дал бог Стрелил Завалил ее Все Я сижу знаю За что То есть она наглая Такая И все Да ты же любил ее Когда-то Ненавижу А вот сидит И лежит Вот так вот На майор Этот вопрос задавал Скажите А вот если бы Такая ситуация была Как бы он поступил Я говорю Я говорю Тут вот так вот Это говорит об этом Павел Посланник Эфесянам Очень подробно Ну немного Придче сказано Взяли бы Подлежит Лежит Да Вот это Да Я знаю Юрист сам по себе Ну так Чтобы обезопасить Со всех сторон Такого закона Я думал Нельзя создать А как у вас А вот если такая ситуация Я опять ему описываю Он лежит Лежит губами Мулявит Мулявит Опять говорит Ну здорово У вас все обдумано Я говорю Да не обдумано Ну святой дал Инструкцию Я по ней поступаю Мне думать-то не надо Мне надо исполнять Я думаю Не думать А скорее Чтоб то не перехватил Иначе на мое место Бог другого пошлёт Косолапого медведя Да не по тебя говорю Сергей открывает машину Это в пятницу Она с милицией Там не пустила А Сергей На это На свою собаку Ну ты собака Повернулся Мне сказали Я не на вас А сейчас Смеётся Сейчас одна сестра У нас тут небольшая стычка была С сестрой С сёстрами Небольшая стычка у меня была И сестра говорит Ну одна сестра И в 30-м царстве Говорит Я думаю Что если батюшки Сигнатихначим не будет То останешься ты один Только в этой общине Как раз скажи Если я останусь Не одного Я останусь Я говорю Ну ты даешь Расклад Пророческий Ничего не надо гадать Я всегда говорю Когда плакали о Стефане Сделали большой плащ Стефан Это образец Но никто не знал Что рождается апостол Понятно Я всегда отвечаю Так не Анила Глушкова Тоже Вот вас не будет С батюшкой Как будут Я говорю Поверь Не Анила Моему делу Мешаюсь только я Больше никто Потому что Уже биография есть Ненавидят Да кому вы верите Один там Это зэк Он такой Стольких милиции Погубил Убил На меня там Гонят Что попало А другой Да ты хоть посмотри Какая у него статья То другой То заглох А этот Артур Ты зашел А Лехин Какой-то парень Все это выбирает У нас И составляет Защиту у нас Ролики составляет На наших роликах Видела? Да он так талантливо Это делает Интересно Про нашего романа Там говорит А Роман верит Вот так Только Роман Не обижайся Просто так Что на дебом купол Показано купол А сверху вода И вода так колышется Потом Бог открывает Затычку И вода А вот говорит Как спустило Роман не знает Вот как было Показывает Затычку Раз Вот видишь Как Роман Спокойно А ты не знаешь Что ж ты говоришь И когда Роман Роман-то как бы обиделся А этот Артур-то вышел На меня Так Роман обиделся Я ролик этот уничтожаю Я не хотел обидеть Какой человек интересный Я говорю Не вздумай Его нет Я говорю Выставь его Я сейчас скачаю У меня будет Я его забираю себе Я до обеда уговаривал Его выставил Я скорее скачал Я говорю Уничтожаю Он уничтожил У него там было Пятьдесят Или тридцать Посещений А у меня полторы тысячи Уже Ты не со зла сделал-то Да нет, конечно Вчера меня он спрашивал Почему у Бога называют Один Саваов А другие Игова Я говорю Так у Бога Пятьсот имен Рассказал Опять что-то спрашивают Я опять покажу Вопросы хорошие Видимо ролик готовят А он про Никиту Там ролик-то составил-то Никита знает На головах Ну и уродивы И уродивы И уродивы Притом Приемлемы для канонизации Никита Если ты уйдешь Из этой жизни То ты уйдешь Только как Никита Бориспольский Город Борисполь Откуда из Украины И все это Выбрал Про Никиту И нигде плохо нет А именно С наших роликов И когда я его там Щуняю Это называется Толкаю Заставляю И он эти места Надо было послушаться Игнать Ильич говорит Вот так-то Никита Такой спокойный Всегда сидит Рассудительный Откуда он взялся Не знаю У меня были такие Заходили Начали по-хорошему А потом их повело Закрыл дверь Замок повесил Интересно жить Хотя я понимаю Что все кончилось Последний раз Никита говорит Слава Богу Что я тут Хоть начал работать Хоть узнал Что такое инструмент Я тут недавно узнал Что такое лопата Так я эту лопату Сейчас знаешь Как люблю Лопату люблю Виталию я дал лопату Начал дерево рубить Лопатой Топор надо Лопатой Я говорю Что делаешь Вот же топор лежит Он как будто Первый раз А меня ругают Вот такой Толковый набор 1 Тимофея 2.14 И не Адам Прельщен Но Жена Прельстившись Впала В преступление Леща сделала Прельстившись Она Говороня такая И не видит Что это змей Разговорилась С ним И змей Такой пятнышками Такой хороший Толкование Симпатичный Почему говорит апостол Что Адам Не прельстился Потому что И писание Не говорит этого Напротив Жена сказала Змей Змей Обольстил меня Бытие 3.13 А Какой змей Это Кобра Или полос Удар С ногами Какой-то Был Написано А ты Будешь Ползать А Адам Ящер Может Адам Не говорит Жена Прельстила Меня Но Она Дала Мне Бытие 3.12 Не одно И то же Быть Обольщенной От Зверя Раба И Подчиненного Поэтому Последнее И есть Собственно Обольщение Итак В сравнении С женщиной Апостол Говорит Об Адаме Что он Не Прельстился Адам Жи И не видел Что Дерево Хорошо Для пищи Но Жена Увидела И Прельстилась А потом Дала Ему Соль Таким Образом Она Была Увлечена Страстью А он Подчинился Жене Итак Апостол Говорит Учила Однажды Жена И все Не спровергла Поэтому Пусть Не учит Этот род Он легок Легко Восприимчив Легко Обольщен Смотри Не сказал Апостол Ева Обольщена Но Жена Разумея Под этим Именем Женскую Природу Подобно Тому Как Через Адама Вся Природа Сделалась Смертной Необыкновенной 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 Ну что Конечно Я же Бесноватый Прощаю Смотри Я легкомысленная На полном серии Будет обороняться Вот она Доверчивая Сказала Людмила Я говорю Доверчивая Легко Клику святых Надо Потом Чуть попозже Людмила Доверчивая Почему она И говорится Замужем Замужем Он стоит Она сзади Замужем Вот уже Только вдумайся А по еврейскому Перевод Женщины Не женщина А мужица Уменьшительная От мужчины Мужица Вот так идет А у нас Придумали Женщина Мужица Да Мужица Маленькая То есть маленький мужчина Такой Изнеженный Такой Изнеженный Изнеженный Пашин Как это Изнеженный Внимание Все наверное Последнюю Давайте начитаем И Осталось Немного 1 Чемофею 2.15 Впрочем Спасется Через Чедородие Или Если Пребудет В вере И любви И в святости Целомудрием Толкование Кто Ева Нет Но Женщина То есть Женский Пол Не унывайте Говорит Женщины Дал вам Бог Средство Спасения Деторождения То есть Доброе Воспитание Рожденных То есть Доброе Воспитание Рождение Поясняет То есть А просто Рожать Это Может Ибо Далее Ибо Не родить Только Но И воспитать Должно И это Есть Настоящее Деторождение Иначе Же Это Не Деторождение А Деторождение Итак Что же Девы Что же Вдовы Они Совсем Погибли Нет Не то Говорит Апостол Что Они Не Спасутся Собственной Добродетелью А Что Воспитание Детей Способствует Спасению Жен Жена Добродетельная Воспитает И Детей В Добродетели Присущая Ей Добродетель Через Воспитание Переходит И Детей Следовательно И Девица Добродетельная Несомненно Спасается Мне Кажется Что Апостол Запретив Выше Женам Учить В церкви Теперь Утешение Дает Им Кого Учить Если В самом Деле Хочешь Учить Учить Своих Детей Некоторые Впрочем Неизвестно Почему Детерождение Поняли Как Рождение Бывшее От Пресвятой Богородицы Она Говорят Родивши Спасителя Спасла Жен Но Такое Понимание Несообразно С последующей Засим Речью Ибо Слушай Если Пребудешь В вере То есть Дети Если Они Сохранят Святую Веру И догматы И любви То есть Пребудут В правой Жизни Ибо Недостаточно Веры Начало И источник Правой Жизни Любовь Под Святостью Апостол Разумеет Чистоту Тела А поскольку Не все Девы То и Прибавил С целомудрием Ибо Целомудрие Не отрицается У тех Которые Живут В законном Братье Или Просто Целомудрием Называет Чистоту А что Если Порочная Мать Воспитает Детей Хорошо Это Хотя И Невероятно Однако Если Случится Она Получит Награду За них А что Если Хорошая Мать Худ Воспитает Детей Если Она Не заботилась И Потворфовала Им Понесет Участь Илья Если Несмотря На Все Заботы И Страдания Не Могла Сделать Их Лучшими Что Бывает Редко Все Таки Она Получит Награду За Свои Труды Так Как И Сын Божий Несмотря На Все Дела И Учения Своё Немного Однако Умел Верующих Аминь Ангел Своя И Благодат И Чистая Дева Радуйся И Пак И Реку Радуйся Твой Сын Воскресе Три Дневи Над Городат И Мертвые Воздвигну Вы Люди Веселитесь Светися Светися Новый И Русалим Слава Господня На Тебе Воссия Ликуй Ными Веселись Сеоне Ты Жи Чистая Красуя Богородица А Восстание Рождества Твоего Тарас Бегом 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 Полинечка Давай Молитесь Молитесь Зиматинович Вы Переди Господи Боже Наш Мы Благодарим Тебя За все Твои Милости Долготерпения За этот Воскресный День Что Ты Позволил Нам Склонить Всего Наук Твоих Вник Твоих Живое Слово Дарованное Нам Для Спасения Додаст Оно Обильный Плод Распусти Нас С миром И о чем Мы Рассуждали Что Необходимо Детям Пошли Добрых Помощников Наставников И советников Дабы Имя Твое Святое Прославилось Во многих Людях Тебя Слава За все Отец Сын И Святой Дух Аминь Господи Прими Нашу Молитву Воздиание рук Как жертву вечерней Благоухания Приятное Перед престолом Благодати Твоей Господи И Соедини Нашу Молитву С молитвами Всех Святых Молящихся Тебе На небе И на земле Услыши Исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам И Прими Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам молиться О них Спаси Их Господи И помилуй И патриарха И епископа Священства И паству И даруй всем Духовное рождение Вразуми правитель Наведи Страх Твои На них И сохрани Их От покушения На них Тебе Слава За все Во веки Аминь Аминь Говори Господи Владыка Слушай Ты Да Слышит Рад Твой Аминь Парализованного Сергея Благослови Господи Благослови Спасибо Христос Слава Их Слава Их Афигур